Время карантина казахстанцы не стали больше употреблять алкогольной продукции. Реализация спиртосодержащих напитков в нашей стране, если и выросла, то совсем незначительно. Возможной причиной эксперты называют покупку крепких напитков впрок во время действия режима ЧП. О том, как меняется рынок алкогольной продукции в Казахстане, расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте. За год розничные цены на алкогольные напитки в стране увеличились почти на 6%. За месяц рост составил около 1%. По данным портала Energyprom, водка дороже всего обходится жителям Нурсултана и Атерау. Меньше всего платят за этот крепкий напиток покупатели в семье. Но дорожает не только водка, но и слабо алкогольные напитки. Пиво за год выросло в цене больше, чем на 7%, вино на 4%. За апрель и май, по нашим прогнозам, произойдет значительное снижение объема реализации. Так как рестораны, кафе, бары не работали, мероприятия не проводились. И к тому же уже 20 дней с третьей декады апреля идет месяц Рамазан. Ожидается, что в ближайшие месяцы реализация крепких напитков в Казахстане может еще снизиться. А вот слабо алкогольных, напротив, увеличится. Это ежегодные и ожидаемые сезонные колебания. Тем временем в ассоциации Казалкотабак фиксируют ежегодное уменьшение производства крепких алкогольных напитков в стране. За 7 лет объемы снизились в более чем 2 раза. Причиной называют повышение акцизов. Из-за этого растет теневой оборот алкоголя в стране. Больше всего в Казахстане импортируют крепкие алкогольные напитки. В 2019 году рома, джина, виски и водки завезли на 82 миллиона долларов. В первую пятерку поставщиков входят Россия, Великобритания, Италия, Грузия и Украина. Всего около 15 стран импортеров. О подделке алкоголя заговорили даже депутаты Мажелиса. Они обратили внимание на производство коньяка. Якобы этот процесс занимает сейчас от 3 до 5 дней. А в составе крепкого напитка очень часто ненатуральные ингредиенты. В стране утрачена система контроля за качеством коньячной продукции, которая на 90% изготавливается из сусла, некачественных завозных винных материалов. Концентрата всех видов спиртов, включая китайский с примесью красителей и синтетических ароматизаторов. Сложилась ситуация, при которой контроль за алкогольной продукцией существует только налоговая служба при Министерстве финансов. А их, как известно, интересует только название напитка и полнота сбора акцизов. Не лишним будет напомнить и о вреде алкоголя. Особенно сейчас в условиях карантина известно, что крепкие напитки снижают иммунитет. А даже одна бутылка пива в день при регулярном употреблении может вызвать у вас зависимость. Это актуально.